Время Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Получение Святаго Анатолуста. Христос заповедовал не только, чтобы не иметь врагов. Это не в нашей власти. Но не ненавидеть их. В этом мы властны, а в том нет. «Быть ненавидимыми напрасно зависит не от нашей воли, но от ненавидящих. Так злые люди обыкновенно ненавидят добрых, без причины и напрасно. Так и Христа ненавидели напрасно, как Он сам говорит, возненавидели меня напрасно». Иоанна 15, 25. «И апостолы имели врагов, лжеапостолов, и пророки, лжепророков. Не о том должно заботиться, чтобы не иметь врагов, но чтобы не иметь их справедливо или по своей воле, чтобы нам хотя бы мы тысячекратно были ненавидимы самими ненавидеть и не отвращаться от других. Ибо в этом и состоит вражда в ненависти и отвращении. Когда я бываю ненавидим, а сам не ненавижу, тогда другой имеет меня врагом, а я его нет. «Ибо если я молюсь за Него, если желаю благодетельствовать Ему, то как я могу считать Его врагом?» Посему и Павел говорит, «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Римлянам 12, 18. «Итак, будем исполнять должное с нашей стороны и тем самым заслужим достаточную похвалу. Что же нужно с нашей стороны? Тебя такой-то ненавидит и обижает? Ты люби Его и благодетельствуй Ему. Тебя Он бесчестит и поносит. Ты благословляй и хвали Его. Но Он и после этого не прекращает вражды Своей. В таком случае Он доставляет тебе большую награду. Ибо злые люди, чем упорнее продолжают вражду, несмотря на наше расположение к ним, тем славнейшие награды приготовляют нам, и тем слабейшими делают самих себя. Кто ненавидит и не прекращает вражды, тот мучится, истощается, проводит жизнь в постоянной войне. А кто выше этих стрел, тот стоит вдали от треволнений, доставляет себе, а не врагу, величайшую пользу. И стараясь примириться с ним и не враждовать, избавляет себя от войны и ссоры. Итак, будем избегать вражды с другими, и исторним корень и я, тщеславие и сребролюбие. Ибо всякая вражда происходит или из пристрастия к деньгам, или из тщеславия. Если же будем выше этих страстей, то будем выше и вражды. Оскорбил ли тебя кто-нибудь? Переноси мужественно. Не тебя он оскорбил, а самого себя. Ударил ли тебя кто-нибудь, не простирая на него десницы своей. Он в то же время ударил себя самого, поразив тебя рукою, а с гневом и приобретший себе дурное мнение от всех. Если же это кажется тебе трудным, то представь, что кто-нибудь в бешенстве разодрал твою одежду и скажи, кто потерпел зло, ты ли, подвергшись этому, или он, сделавший это? Очевидно, он. Хотя у тебя разорвана одежда, но сделавший это, потерпел большее зло, нежели подвергшись этому. Ибо у кого разорвано сердце, что производит гнев, тот не гораздо ли больше потерпел вред, нежели ты, не испытавший ничего такого? Не говори, что одежда твоя разорвана. Он еще прежде разорвал свое собственное сердце. Как болеть желтуха не может обнаружиться, если желчь не разольется и не выступит из своих пределов, так и гнев не сделается неумеренным, если не разорвется сердце. И как ты и видишь страждущего желтуху, хотя бы он сделал тебе тысячи зол, не пожелаешь взять на себя болезнь его, так поступая с гневом. Не соревнуй, не подражай злобе, но жалей того, кто не обуздывает в себе этого зверя и прежде всех вредит и губит самого себя. А что действительно такие люди вредят самим себе, это можно слышать от многих, которые, стараясь прекратить вражду, убеждают враждующих так. Пощади самого себя, ты вредишь самому себе. Такова злоба. Она вредит только тому, кто питает ее, и не извращает ее, и не извращает все. И так, желая отомстить другим, не будем лишать сами себя тихой пристани. Если бы кто-нибудь, претерпевая кораблекрушение и утопая, стал поносить тебя, стоящего на земле, то, конечно, ты оскорбился бы и не сошел бы с земли, чтобы утонуть вместе с ним. Так рассуждая здесь, Кто оскорбляет и поносит тебя, тот подвергается кораблекрушению или буре и утопает, попавши в водоворот гнева. А ты, перенося это мужественно, остаешься спокойным в пристани на берегу. Если же ты увлечешься подражать ему, то потопишь не его, а себя самого. Из беседы на псалом номер 7. Аминь. Аминь. Аминь.